С вами Юлия Макарова. Мы в Инсбруке. Сегодня увидим главный символ этого города. Попробуем на вкус золотую черепицу. Соберем украшения собственного дизайна. Австрия занимает 83 тысячи квадратных километров. В таких границах государство живет с 1919 года. Сен-Жерменский мирный договор констатировал окончание Первой мировой войны и крах Великой державы Австро-Венгрии, которая по масштабу превосходила современную Австрию в 8 раз. Туристический центр государства Инсбрук соединен с Москвой прямым чартерным рейсом. В Инсбруке туристы часто останавливаются в старинном здании напротив железнодорожного вокзала в отеле, построенном в 1869 году. Гостиница сильно пострадала во время Второй мировой. Фрагмент дома, где находится сегодня этот сьют, был разрушен. После войны здание восстановили. Во время войны снаряд чуть было не разрушил и этот барочный холл. Бомба проломила крышу, но не взорвалась. Весь декор с богатой лепниной отреставрировали. Сегодня это зал для торжеств. 160 квадратных метров вмещают около 100 гостей. Символ Инсбрука – золотая крыша. Готическое здание построили в 15 веке, как резиденцию тирольских князей. В 1500 году на нем появилось более 2500 медных позолоченных пластинок по приказу императора Максимилиана I. Его называют первым туристом Тироля. Область досталась ему по наследству, и он влюбился в эти земли. С этого балкона император Максимилиан I любовался своим городом. Смотрел на уличные шествия, жицерские турниры, представления бродячих артистов. Но в то же самое время смотрели и на него. Тысячи горожан приходили на эту площадь специально, чтобы увидеть своего любимого императора. С балкона золотой крыши виден старый город. Готические фасады Херцог-Фридрих-Штрассы, барочная и одно из красивейших зданий города – дом Хеблингов 15 века, в котором располагаются магазины. В золотой крыше сегодня открыт Королевский музей. Черепицу золотой крыши можно попробовать на вкус или увезти с собой. Небольшой сладкий сувенир делают из нуби, обжаренного миндаля, фисташек и покрывают шоколадом. Ой, очень вкусный вкус. Золотые сладости делают в самой старой, в Тироле кондитерской. Она начала работать в 19 веке. Фасад затейливо украшен, как рождественские календы – коробка шоколада, где в каждом окошке прячется конфета. Инсбрук – место рождения ювелирного чуда. Здесь Дэниел Сваровский изобрел первый в мире электрический шлифовальный станок, а в 1911 году создал Тиролит – хрусталь сверхъестественной прозрачности. В центре Инсбрука стоит самый большой в мире магазин Сваровский. Сверкает и зеркальная стена, и лестница, декорированная 20 тысячами кристаллов, и каскадная люстра, свисающая водопадом на два этажа. Здесь можно почувствовать себя не только покупателем, клиентом, но и дизайнером, и смастерить свое собственное уникальное украшение. Вот пустое кольцо. Сюда можно положить зеленый камень, белый или черный, или менять их каждый день. Кристаллы украшают аксессуары из стали, родья, золота, дополняют бриллианты. В магазине продают бижутерию от местных дизайнеров, известные во всем мире фигурки зверей, декор интерьера. Магазин обозначен табличкой «Такс-фри», а значит, 11,5% от суммы чека можно вернуть. Любой магазин Инсбрука привлекает клиентов радостным соцветием красок. В этой лавке сразу не понять, чем торгуют. Сочно-зеленая, кроваво-красная, лазурная жидкости. Все это шнапс или ликер. Популярный напиток бренд – шнапс высокого качества. Фруктовый или ягодный самогон. Этот делают из груши сорта Уильяма, который растет только в Тироле. В магазине предлагают и упакованные бутылки с напитком, и жидкость на разлив. Эксклюзивные емкости можно подобрать в форме солнца, полумесяца, женской фигуры. После шнапса за руль не садятся. В Инсбруке за это лишают водительских прав. Еще одно серьезное нарушение – неправильная парковка или превышение времени стоянки. Припарковать автомобиль в городе можно только в голубых зонах. Перед ними всегда стоит парковочный автомат. Оплатить можно максимум два часа. Потом придется возвращаться к машине. В Инсбруке живет всего 139 тысяч человек. Городок небольшой и компактный. Но ночью, когда светятся все огни города и близлежащих поселков, кажется, что это гигантский мегаполис. Удачных вам путешествий и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова